Есть три типа людей. Одни люди безразличные, это невежественные люди, по барабану. Вот если вы с безразличным человеком живете, ему все равно, как у вас будет. Значит, вы должны подальше от него держаться и просто молиться, чтобы Бог поставил такие условия, чтобы он понял, что надо меняться. И по-другому никак ему ничего не объяснишь, ничего с ним не сделаешь. Это называется невежественный человек. Дальше второй тип людей, это большинство людей, безразличных мало. Большинство людей ставят правила или принципы выше человека. И поэтому ругаются друг с другом, постоянно доказывают друг другу все. Это называется страстные люди. Люди, которые чувствуют свою правду и пытаются ее добиваться изо всех сил. Есть женская правда, есть мужская, они противоположные. То, что является правдой для женщины, для мужчины является аскезой. Ему очень трудно эту правду выдержать и выполнять. То, что является правдой для женщины, для мужчины является аскезой. Ему очень трудно выполнить. Поэтому только добровольно человек может делать тебя счастливым. Только добровольно. Потому что заставить аскин совершать никто никого не может. Вот допустим, я сейчас вам скажу, всем на берег моря завтра. Вы просто не придете на лекцию на следующую. Почему? Потому что вы подумаете, что это такое он вообще себе позволяет. Приехал, тут залез, чуть ли не ноги на стол и кричит всем на море. А мандаринами кидается вообще на берег совсем. У нас так себя не ведут в Украине. На скольких стульях? Ну, сколько положено. Прапорщик, солдат, подходит, говорит, слушай, слушайте, товарищ прапорщик, а мне не положили масло в тарелку? Вот прапорщик, говорит, что тебе не положено масло в тарелку? Нет, не положено. Не положено, не ешь. Полгода потом прошло. Он говорит, а теперь мне положили масло в тарелку. Он говорит, тебе положено масло в тарелку? Положено. Положено, ешь. Сколько положено, столько стульев. Понятно? Это шутка, на самом деле. Ну, все шутки, все нормально. Понимаете, Бог увидит, что я обнаглел, и вообще мне ни одного стула не даст. Посадят меня на кушетке потом. Я думаю, что это может произойти уже завтра. С утра. Да? Хорошо. Ладно, мои хорошие. Итак, двигаемся дальше. Нужно выбрать жизнь сейчас. Потому что в судьбе бывает так, что преждевременно человек уходит из жизни, если он не выбирает жизнь. Выберите благостный путь жизни. Благостные люди, они людей считают выше принципов. Вот я жене говорю, принципы все равно лезут в сердце, допустим. Жена меня начинает ругать, что я обляпался. Я говорю, вот тебе что дороже, я или вещи? И она такая делает вдох-выдох, вдох-выдох такая. Ты дороже. И все, и успокаивается. Но ей очень трудно принять, что я порчу вещи. Но за много лет совместной жизни она поняла, что я все равно буду портить вещи, чтобы она не делала. Зачем? Потому что я мужчина. Я это делаю неосознанно. У меня очень высокие мысли в это время, и я пропускаю пищу мимо рта. Мужчине же нельзя запретить мыслить очень возвышенные. И иногда у меня очень возвышенная мысль пошла, и обычно это бывает, когда не отстирывается что-то. И раз, и все. Поэтому жена у меня селит, не манишку делает какую-то. Все. И говорит, теперь сколько хочешь возвышенных мыслей, все нормально. Ну, то есть, видите, есть выход. Всегда есть выход. То есть, не пытаться доказать мужику, что он должен быть чисто плотным. Это невозможно просто. Женщина, вы услышали? Невозможно. Просто надейте ему манишку. Постелите перед входом такой предмет, чтобы грязь быстро можно было убирать, когда он приходит домой. Если он грязный, идите берите его в душ, ведите сами, снимайте с него одежду. И все, и все будет под контролем. Он же не против, он не сопротивляется. Просто он не может вам гарантировать чистоту. Ни один мужчина. А если мужчина может гарантировать чистоту, то это уже подозрительно. Это может быть еще хуже, потому что такой мужчина начнет от вас требовать чистоту тогда, и будет тогда капец с ним жить. У кого муж требует чистоту от вас? Страшно же? Очень, господи. Она крестится. Поэтому лучше вы от него требуете чистоту. Это легче. Или другие вещи, допустим. Некоторые женщины жалуются, что мужчины смотрят на красивых девушек. Я изучал этот вопрос. И оказалось, если микросъемку включать, то не мужчина смотрит на красивую девушку, а девушка примагничивает его взгляд. Вот он смотрит куда-то и потом раз так. И не может оторваться. Я это проверял в школе, когда я сидел, со мной посадили рядом девушку красивую. У них была короткая юбочка. И я смотрел на формулы математические. Но взгляд у меня как бы сам. То есть я хотел на формулы смотреть. Я изучаю все время все, как происходит. Я хочу на формулы. А в глаза перетягивает. Я думаю, ничего себе, вот это сила. Как мои глаза перетягивают. Я же на формулы хочу. Я весь урок думал об этом. А проблема в чем была? В том, что мальчиков с мальчиками надо садить. А девочек с девочками. Понимаете? То есть нужно не математические формулы писать на доске, а сначала изучить, как устроена эта жизнь. И тогда мальчикам будет спокойно они будут изучать. И девочкам будет спокойно. Ну то есть надо разобраться, как правильно жить в этом мире. И тогда все будет легче. Потому что есть силы, которые мы не контролируем. Поэтому не приводите подружек своих домой. Не надо с ними там обниматься, целоваться при муже. Не надо, чтобы подружки готовили вашему мужу. Потому что у меня был такой случай. Вот люди занимаются духовной практикой. Девушка привела в дом подружку, потому что она родила ребенка. Родители не могли помогать. Подружка начала помогать. И она так все хорошо делала, так заботилась обо всех. Что муж очень сильно влюбился в подружку. Бросил жену с ребенком. И все, она всегда. Та осталась на годы одна. Только через 10 лет где-то она нашла себе другого человека. На годы осталась одна. Просто потому что привела в дом подружку помогать. А подружка не разлива да. Если женщины дружат, значит у них одинаковый тип красоты. Значит эта красота подружке будет нравиться так же мужу. Потому что ему ты нравишься. Но чужая же всегда интереснее, чем своя. Своей-то привык. Поэтому надо знать правила. Допустим не надо ревновать мужа. Надо просто изучать, что такое нравственное знание. Вот допустим мужчина обладает нравственным знанием или нет? Обладает? Нет. Кто обладает нравственным знанием по природе? Женщина. Она совестливее. Она чище. Чувствует чистоту сильнее. Совестливее. И поэтому она должна создать атмосферу в доме. Должны иконы висеть в доме. Не надо голых теток. Там знаете сейчас очень модно. Делать такой интерьер в квартире, где есть голые тетки. Если сделал такой интернет, тогда не удивляйся, почему мужчина лезет в интернет, там ищет что-то. Потому что в квартире такая среда. Если ты сделал правильную среду, там иконы у тебя на стенах, а не голые тетки висят, тогда мужчина будет более чистым рядом с тобой. И он меньше будет смотреть, хотя взгляд его будет притягиваться. Женщина. Поэтому нужно просто научиться самой создавать чистую среду, оберегать своего мужа от грязи. И тогда он будет стремиться к чистоте уже, а не грязи. Ну то есть видите, есть два пути. Один путь ругать мужа за то, что он смотрит на девушек. И у него невроз разовьется от этого. Знаете, бывает у мальчиков или у девочек там запоры. И потом если изучать ситуацию, почему? Потому что они в детстве какались. И когда родители сильно ругают, что они какались, они потом боятся какать вообще. Наступает запор психический. Человек боится в туалет ходить просто. Поэтому не надо никого мучить. Только через доброту, через любовь можно решать все вопросы. Есть естественные трудности в отношениях с мужчинами. Есть естественные недостатки мужскими. Есть естественные недостатки женщин. А в плохой период все это обостряется. Сейчас в плохой период идет. Сейчас жесть. И это все обостряется. Поэтому семьи рушатся сильнее. Отношения портятся сильнее. И человек больше должен учиться быть правильным. Правильный принцип всегда только один. Доброта. И запомните. Отношения между мужем и женой должны иметь легкий стиль. Что значит легкий стиль? Это значит шуточки и прибауточки. Не заостряем ни на чем вопросы. Легкий стиль только в легком стиле может двигаться легко. Энергия любви. Когда люди начинают усложнять отношения. Делать их серьезными. Энергия любви паряется. Она не движется. Деловые отношения имеют такую природу. Они серьезные. И там любовь означает выполнение своего долга. Понимаете? Там ты любишь значит ты выполняешь долг. Там это другие отношения. Но отношения семейные они легкие по природе. Ты можешь суточку что-то сказать. Что ты неправильно делаешь. И тогда человек лучше поймет. Понимаете? Я допустим рассказываю как я жену научил мыть посуду на кухне. Ну то есть у меня жена она такая чистюля. Что ей когда она моет посуду она сильно устает на кухне. Когда моет посуду сильно устает. И поэтому она не хочет ее мыть. Потому что очень сильно устает. И на кухне иногда скапливается грязь. Потому что она уже не может туда смотреть даже в эту сторону. Она сильно устает. Потому что ей надо каждую тарелку по часу мыть. Чтобы она блестела. Ну такая особенность характера. И я как бы никогда ничего жене не говорю об этом. Иногда я сам начинаю мыть. Она подходит говорит вот молодец хорошо. Но теперь уходи. Потому что я включаю ее как бы она. Женщине надо включаться. У нее слабый волевой фактор. Я начинаю мыть. Но ей никогда она знает что за мной перемывать надо. Поэтому. Хотя я все чисто помыл. Она находит грязь. Я не знаю как она находит. Вот. Она поэтому говорит иди и все. Не надо. Не трать время. Лучше людям помогайте. Все. Я сама помою все. Выгоняет меня с кухни. Но если я не приду она сама мыть не будет. И такой способ есть. Это ну как бы это способ называется доброта. То есть ты просто включаешь человека идешь. Моешь сам. Если не он не включается. Ну помой сам. Что страшного. Ничего плохого нет. Есть другие способы. Например. Я вообще не трогаю ее. И. Она подходит ко мне. Говорит. Олег. Слушай. Я что-то сегодня плохо спала. Какие-то сны. Кошмары. Она говорит. От чего может быть. Я говорю. Ну на ночь наелась. Она говорит. Нет. Не наелась. А еще от чего может быть. Я говорю. Может ты заболел вирусной инфекцией. Кошмары от вирусов идут. Она говорит. Да нет. У меня все нормально. А еще от чего может быть. Я говорю. Ну. Может быть. От того. Что ты поздно легла спать. Нет. Я вовремя легла спать. От чего еще кошмары будут. Я говорю. Может быть. От грязи в квартире. Потому что. На грязь злые духи садятся. И как бы. Она. Ты что на кухню намекаешь что ли. Я говорю. А так у нас кухня чистая. Что намекать то. Все там нормально. Она. Думала. Два дня ходила. Потом началась другая проблема. Знаете. Какая. Да. Поздно ложилась спать. Потому что. Мыла кухню. Допоздно. И мне теперь надо было ее оттащить от этой кухни. Чтобы она спать вовремя легла. Любовь. Меняет человек. Постепенно. И это все происходит. Если я жене говорю. Допустим. Иди. Пройдись. Пожалуйста. Иначе ты будешь болеть. Она говорит. Иди сам пройдись. Я тебе что. Мужик что ли. Ты меня выгоняешь. На улице. Вот. Как бы. Я сам начал проходиться. То есть. Я бегаю. И все время. Я счастливый. Прихожу. Говорю. Я бегал. Мне так нравится. Мне так хорошо. Я описывал подробно. Что со мной происходило. И происходит. После бега. Больше ничего я не говорю. Просто радовался. Что я бегаю. Прошел год. Ого. А что вы думали. Прям за 5 секунд. И все. Кто в нашей команде. Находятся. Девушки. Начали уже табунами. Или ходить. Или бегать. Вот. Все давно. Кроме моей жены. Это не судьба. Это объем работы. Вот. Я никогда не считаю. Что это судьба. Это объем работы. Значит. Надо работать дальше. Не надо бояться. Вот. И. Потом. В один день. Она исчезла. Из дома. Надолго. Телефон лежит. Ее нет. Куда делась жена. Начал беспокоиться. Потом она приходит. Я говорю. Ты где была. Она такая подошла. Смотрит на меня. Говорит. Сколько цилиндров прочистилось. Я говорю. Все. Ты сколько шла. Она говорит. Четыре с половиной часа. И пошла. И все. И все. И все это времени. Она. Раз в шесть дней. Ходит по четыре с половиной часа. И очищает все цилиндры. Потом. Начала рассасываться. Киса. В щитовидной железе. И так далее. Все. В организме. Начало восстанавливаться. После этого. Перестало болеть. Вирусными инфекциями. Улучшилось настроение. И так далее. Доброта. Меняет все. Только доброта. Доброта. Это энергия Бога. Поэтому ее очень мало у нас внутри. Но если человек молится. Думает о Боге. Достаточно в своей жизни. Настраивается на светлую волну. Слушает лекции. То есть если сам не может нормально настроиться. Мысли плохие пошли. Включает лекцию. Можно под лекцией спать. Допустим. Можно чистить картошку. Допустим. Ты не слышишь лекцию. Да. Ты включил. Она идет. Но при этом ты ничего не понимаешь. Это не важно. Важно перенять настроение. Понимаете. Поэтому включайте духовную музыку. Допустим. Вы спите. А голос вашего наставника звучит. Зачем это нужно? Чтобы перенять настроение. Что вот эта вот негативная волна. На которую ловит человека судьба. И потом начинает накручивать. Накручивание же идет. От негативной волны. И люди не понимают. Почему они расстались. Так быстро. Что случилось. Весна какая выдалась. Какие дни настали. На что же ты обиделась. Зачем же мы расстались. Ну то есть это неожиданно происходит. Все быстро накручивается. И не нужно поэтому попадать на негатив. Нужно учиться быть жизнерадостным. Счастливым. Оптимистичным. Добрым. Это главный настрой. Для победы над судьбой. Если у вас нет сил на это. Значит тогда берите силы. От лекций. От храма. От добрых людей. От друзей. От природы. От молитвы. Понимаете. Вот такой принцип жизни. Надо культивировать. Всегда и везде. Если вас сильно погрузило в мысли о чем-то. Будет только хуже. Особенно сейчас. Потому что очень жесткая сейчас. Судьба жестко делает. Они не как сестра себя сейчас ведет. Очень жестко. Это означает направление воли своей. То есть люди. Есть люди которые плывут по течению судьбы. Они как бы согласны. Вот допустим. Есть такой вид. Удалов. Они открывают пасть просто. Сидят и открывают пасть. И вот как проследить что происходит с лягушкой. Она прыгает мимо по своим делам. И вдруг видит вот удала с открытой пастью. И думает. Не может быть. Страхи то какие. Неужели это удал. Останавливается посмотреть. Ну неужели все так опасно. Дай-ка я подпрыгну и посмотрю. Неужели по-настоящему прямо смерть передо мной. И потом еще прыгнула ближе. Еще прыгнула ближе. А когда поняла что точно смерть. Уже пасть закрывается. Один мой знакомый узнал что в этот день нельзя звонить жене. Выяснять с ней отношения. Потому что опасно для судьбы. Он сказал что я не могу не позвонить. Потому что надо звонить. Он позвонил и очень сильно рассорился с ней. То есть очень сильно испортил отношения. Она ему сказала что она не будет уже с ним жить. Это для него было неожиданно. Это был шок. На следующий день он решил ей позвонить. И дальше продолжить беседу на эту тему. Но астролог ему сказал что если ты сегодня позвонишь. Что тогда полностью навсегда разрушится твоя семья. Так стоят планеты. Но он сказал я не могу не позвонить. Потому что мне надо. В результате разрушилась его семья. Как вы думаете чем это отличается от этой системы удав и лягушки. Ничем. А теперь посмотрите на свою жизнь. Чем у вас в жизни от этой системы все отличается. Разве вы сами не так же сделали. Когда была ситуация когда не надо было что-то делать. Но вы все равно делали. Потому что заставляла вас судьба. То есть есть два типа людей. Одни просто делают потому что хочется. Потому что заставляет судьба. И разрушают свою жизнь. А второй тип людей. Они натренированы. Они знают что надо конкретно делать в это время. Они себя останавливают в это время. Не дают себе это делать. И начинают думать о святости о Боге. Начинают молитву. Что такое молитва. Это переключение памяти на чистоту. Даже есть люди которые просто. Как бы думают о море. Это тоже молитва. И она побеждает судьбу. То есть есть люди которые верят в энергии Бога. Они верят в солнце. Солнце поклонник есть. Есть люди верят в море. Люди верят в землю. Мать землю. Или в ветер. Ветер, ветер. Ты могуч. Ты гоняешься и туч. Ну то есть. Эта вера спасает судьбу. То есть человек который верит в ветер. Он становится сильным. Победоносным. Побеждает судьбу. Человек верит в солнце. Он жизнерадостным становится. Побеждает судьбу. Человек верит в землю. Он спокойствием. Побеждает судьбу. Все это побеждает судьбу. Но Священные Писания говорят. что лучше верить в источник этих энергий, потому что он стоит выше. И тогда все эти энергии в этом источнике начинают действовать одновременно. Тебе Бог даст то, что тебе нужно. Может быть, тебе не энергия ветра сейчас нужна, а энергия солнца и так далее. Ну, то есть память настраивает человека на что-то. Есть два состояния у человека всего. Одно состояние жить своей жизнью, а другое жить чужой. Вот когда я сказал жить чужой, сразу это напрягло внутри. Да не хочу я чужой жить, я хочу своей жить, смотря чьей. Понимаете, если человек, допустим, думает о наставнике все время, о старшем, то он живет не своей жизнью, а его жизнью. А как вы думаете, чья жизнь лучше, старшего или моя? Старшего. Старшего, конечно, но это не все знают. Вот в этом принцип. Если я живу жизнью старшего, его наставлениями, его советами, его мудростью, то тогда моя судьба, если я помню о советах старшего, моя судьба парализована. Она не может действовать. Потому что у нас всегда есть выбор. Некоторые люди говорят, что если действует судьба, астрологи особенно говорят, как бы все, у тебя по гороскопу осеннее пальто можешь не покупать. Понимаете? Это неправильно так думать. Почему? Потому что у нас всегда есть выбор, о чем думать. А именно память человека, от мысли человека все зависит. Понимаете? То есть именно память человека направляет его или в сторону победы, или в сторону поражения. Потому что если, допустим, тебе по гороскопу ты должен осенью помереть, то у тебя еще до осени, допустим, три месяца. У тебя есть возможность помнить о Боге все три месяца и победить свою судьбу. И не умереть, а жить дальше. Потому что это циклическая судьба. Она не всесильна. Она может отступить. Понимаете? Поэтому судьба это просто экзамен всегда. И экзамен памяти именно. Через память человек побеждает судьбу. Если ты помнишь о победе, о хорошем, помнишь о Боге, то судьба начинает отступать. Как она начинает отступать? Тремя этапами. Первый этап. Твоя память о событии становится не такая страшная. Вот, допустим, муж бросил тебя, да? И ты даже думать о нем не можешь. Так тебе обидно. Ты даже его вспоминать не можешь. Эта несправедливость просто косит тебя. Ты даже вспомнить не можешь этого человека. Так тебе тяжело. Это значит, что вся судьба поражена. Ты не контролируешь ситуацию. Ты начинаешь молиться, думать о Боге. И постепенно в сердце человека, то есть первый круг судьбы в сердце находится. В сердце человека появляется чувство, что все не так плохо. Ну, то есть человек не чувствует, что он повержен судьбой. У него вроде бы внешне муж бросил. А внутри как-то хорошо. Странно, как-то хорошо внутри. Несмотря на то, что снаружи муж бросил, и я осталась одна с ребенком, у меня нет денег. А внутри все как-то хорошо. Поднимите руку, у кого такая ситуация сейчас. Это первая треть победы над судьбой. Дальше идет вторая треть. Ну, то есть вы выходите из этого первого круга судьбы и входите в то там, где ники между вами. То есть вы не можете говорить со своим мужем, не можете даже думать о нем. Не можете ему ничего объяснить, он вам не может ничего объяснить. Между вами грязь. Ваша нить забита судьбой. В ней только одна несправедливость. Вы начинаете молитву, мысленно пытаетесь помнить по-доброму о муже, прощаете его, просите прощения. Но в целом думайте в основном не о муже, а о Боге. Славите Бога, и когда муж приходит, мысли вы его просто прощаете, просите у него прощения и очищаете отношения с ним. Несмотря на то, что несправедливость вам говорит, нет, не слушай Олега Геннадьевича, у тебя особая ситуация. Этот человек не достоин хороших мыслей, он предатель. Вот, а вы говорите, нет, я прощаю все равно, хотя бы не прощаете. Сердце не прощает, а вы говорите, нет, я прощаю. То есть ваше намерение важно, сердце очищается намерением. Нет, пахнет апельсинами, не жареным мясом. Нет, пахнет апельсинами. Это была шутка. Злая судьба, сейчас плохой период, поэтому пахнуть можете ему годом на лекции. Здесь ненужные встречи встречаются, здесь сгорела пожукла трава. Понимаете, то есть и пахнет мясом во время ряда. В темноте. Здесь и звуки, и запахи не те. Только мне выбирать не приходится. Очень нужен я здесь в темноте. Это считается осквернение, когда жареным мясом пахнет во время чистого действия. Это считается неблагоприятным знаком. Но нам по барабанам. Потому что сейчас идет плохой период, и мы не обращаем внимания на знаки. Мы обращаем внимание только на то, что дает победу. Память переключаем на чистое и светлое. Не разбираемся ни с чем. Идем вперед. Услышали? Итак. Человек всегда выбирает между добротой и злобой. Когда судьба наваливается, хочется злиться. А надо доброту культивировать, и чистоту, и спокойствие, и терпеть, и память. Святость. Мысли о святости помогают в это время. Нужно настроиться не на то, чтобы разобраться со всеми, а настроиться на чистоту, на святость. И тогда человек делает правильный выбор и побеждает судьбу. И даже можно поменять запах в зале. Знаете, запах это энергия осквернения или милости. Допустим, настраиваешься на чистоту. Не помнишь о Боге просто? Запах меняется? Видите? То есть запах означает осквернение. Но можно настроиться на Бога и не оскверняться. У нас есть всегда выбор. Или подчиниться злой судьбе, или восстать против нее. Может просто проветриваться? Мы проветриваем. Проветрить надо, конечно. Об этом тоже речь. Но бывает, что запах идет от судьбы, не от помещений. Я говорю сейчас, не о сейчас, а говорю вообще. Я вам говорю о жизни. Очищение организма, очищение молитвы себя, своей жизни. Это правильный путь. Надо всегда проветривать. Надо вставать под душ несколько раз в день стараться. Очищать себя. Если есть ванна, иногда воду класть. Вода всегда очищает. Память очищает о Боге. Музыка очищает атмосферу. Я разок даже в Тольятти. Там очень тонкие стены. И там просто слышно, как соседи говорят. Когда они ругаются, это невыносимо. И мы включали просто духовную музыку с женой. Включали духовную музыку. И через две недели непрерывного звучания музыки они перестали ругаться. А потом, когда мы поехали в отпуск, приехали, они опять ругаются. Опять включили духовную музыку. Через две недели где-то они перестали ругаться. И так постоянно звучало. Она звучала на такой высоте, что они практически ее не слышали. Но влияние шло. И они перестали ругаться. Потому что шло доброе влияние. Ну то есть это называется очищение. Как проветрить воздухом помещение. Это все надо делать. Очищать пищу от грязи. Готовить только чистую пищу. Не есть грязное. Мясо это грязное. Это скверняющее пищу. Не надо ее есть. Заводить депрессию, свою психику не надо. Нужно чистоту заводить. Мясо это энергия насилия. Насилие рождает насилие. Белков, жиров, углеводов, молочной пищи хватает. И в растительной тоже. Нет такого, что есть незаменимые аминокислоты именно в мясе. Это просто выдумки. И причем старые уже. Где-то в 50-х годах прошлого столетия так считали ученые. А в 70-м каком-то уже ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, приняла резолюцию, что все эти аминокислоты есть в растениях. Потому что их научились обнаруживать. И все. Эта тема закрылась. Но людям же надо оправдать свое желание мяса. Поэтому они постоянно эту тему мусилят. Хотя давно она уже забыта. Итак, мы говорим с вами о грани, которая меняет судьбу. Гранью является память. Заставить помнить себя о хорошем очень сложно. Это очень сложный выбор. Ну а если у человека есть опыт, он может так себя вести. Это смелая позиция. Но она спасает от смерти. От краха судьбы спасает. В целом нужно понять, что если ты противостоишь судьбе, что тебе нужно просто научиться кормить свою память чистотой. Кормить свою память чистотой. И остановиться на время. Потому что злая судьба в пике бывает всего, может быть, несколько часов жизни. И в эти несколько часов ты принимаешь такое решение, которое потом всю твою жизнь разрушает. Поэтому остановись. Не принимай решений. Если ты чувствуешь, что ты хочешь что-то сейчас сделать неправильное, ну или какое-то критическое решение принять, то просто думай о Боге, молись и подожди чуть-чуть. Время пройдет, ты отрезвеешь, тебе легче станет. Допустим, хочешь сотрудника важного выгнать с работы. Хочешь уйти из дома или хочешь выгнать жену. Хочешь переехать в другую страну. Не торопись. Просто подожди чуть-чуть. В целом надо понять принцип, что чувства работают как кони. Они всегда куда-то несут человека, как кони. Человек это возничий. Разум этот возничий. И коней нужно поить мыслями о Боге и о чистоте. Тогда они останавливаются. Они перестают быть бешеными. Когда кони звереют, чувства человека, это значит плохой период. И они куда человека несут? В пропасть чувства. Понимаете, это описано в ведах, это аллегории. Высоцкий, когда вот эту песню спел, он, скорее всего, Бхагавадгиту читал. Потому что там именно так описано, что чувства, это как кони, они бешеные. То есть они несут куда-то возничего. Просто потому, что у них есть желание сильное. Вот желание бросить мужа, поменять свою жизнь. Это желание вспыхивает в сердце, как огонь и горит. И чувства в это время надо напоить. Ну, то есть напоить памятью о Боге, памятью о чистоте. И когда чувства успокаиваются, то тогда ты побеждаешь злую судьбу. Итак, первая стадия победы, это спокойствие в сердце. Все будет хорошо. Вторая стадия с победой, ты можешь уже общаться с мужем. Вот раньше ты даже думать о нем не могла. А сейчас ты с ним разговариваешь по-дружески, но он возвращаться не хочет. Живет со своей старой, ну, своей девушкой. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Отлично. Это называется вторая стадия победы над судьбой. 60 с лишним процентов уже. И дальше последние 30 процентов, это изменение сердца мужа. То есть ты молишься, продолжаешь молиться, и дальше у него совесть начинает просыпаться в сердце. То есть совесть у него просыпает в сердце, он уже чувствует, что он неправильно поступил, что ты хороший человек, что тебе не надо бросать. Что там у него не будет все получаться, потому что он против воли Бога пошел. То есть он все это начинает понимать, что он совершил ошибку в жизни, что такие поступки нельзя совершать. Начинает понимать. Но дальше может быть у него там уже рожается ребенок, или он просто не хочет возвращаться, потому что он не любит возвращаться. И может так случиться, что даже если он полностью все понял, что ты лучше даже, все равно он решил не возвращаться. Но как это определить, что ты отработал всю судьбу? Это можно легко определить. Вот если у тебя чистая светлая память о нем осталась, и ты уже как бы думаешь, что разницы нет, что он вернется, что нет. Ну то есть вернется хорошо, не вернется тоже хорошо. Это значит, что у тебя там ничего не осталось уже в этой судьбе. А если у тебя ничего не осталось, если три садики прошла, он как бы, совесть у него включена, он сожалеет о том, что произошло. У тебя чистая светлая память о том, что произошло. То дальше все очень просто. Запомните, у Бога мужиков завались. Ему найти мужика для любой женщины. Вот так вот. Понимаете, мешает наша судьба. А если судьба не мешает, то Бог кого находит? Такого же, как муж? Лучше, потому что ты же отработал судьбу. Он уже до тебя не дотягивает. Он уже остался на прошлой станции. А ты уже на следующей. Поэтому он тебе даст лучше уже. Но если ты возвращается в муж, то он тоже будет лучше. Если он возвращается, то тоже будет лучше. Он не будет старым уже. Как было раньше, уже не будет. Почему? Потому что ты молитвой своей его изменил. Он, если не будет лучше к тебе относиться, то не будет с тобой жить. То есть теперь ты уже диктуешь ситуацию у него. Раньше он мучил тебя. А теперь ты будешь мучить его. Если хочешь. А если не хочешь, то иначе ты не будешь. То есть человек почему мучает другого человека? Потому что так действует судьба. Но он может не мучить. Он может не обязательно идти на поводу судьбы близкого человека. Называется жить из чувства долга. А не из желания что-то сделать с ним. Вот если у тебя появилось сильное желание обидеться на мужа, значит ты действуешь под глядем его злой судьбы. И мучаешь его таким образом. Когда мы мучаем близкого человека, это святой. А когда он нас мучает, это подлость. Понимаете, вот так мы живем. Понимаете? Три стадии побед над судьбой. Те люди, которые изучают это, они очень хорошо начинают в этом разбираться. В целом есть определенное правило, как нужно совершать молитву. Эти правила мы завтра с вами будем обсуждать. Мы изучим это все, все эти правила. У нас лекция до 8, да? Да? Время без 28. Ваши вопросы по сегодняшней лекции? Надо посмотреть свое сердце, помолиться. Если у тебя все нормально в сердце, а у вас все нормально, значит можно начинать. Если у женщины есть сильный страх, чувство опасности, она не хочет, у нее сердце противится тому, чтобы начинать детей, то не надо этого делать. Если у женщины сердце противится начинать детей больше 5 лет, значит она просто боится с прошлой жизни зачатия, и не надо обращать внимание на эти ощущения. Надо просто из чувства долга зачинать, иначе останешься без детей. Но если, допустим, тебе когда-то хотелось детей, а тут вот сейчас перестал от отец, чуть-чуть подожди, когда опять захочется, может быть годик. В целом есть такое правило, если женщина родила ребенка, то она, ее организм как бы становится пропускным пунктом для детей. Ну то есть он становится как бы разогретым, для того, чтобы начинать. Поэтому лучше не ждать больше 2 лет. Вот родила ребенка, максимум 2 года надо, чтобы прошло максимум 2 года для данного зачатия. Тогда тебе легко будет зачатие. Если ты подождала 2,5 года, то уже будет тяжелее. А если 3 подождала, можешь потом вообще трудности серьезные испытывать зачатие. Поэтому лучше всего рожать детей, как из автомата. То есть по очереди. Ну то есть это такое, очереди. Вот сколько вам надо? 2, 3, 4. Очередь выпустила? Все, и живи спокойно. Та-ра-ра-та-та-та-та-та-та. Да? Да? Добрый день. Олег Геннадьевич, у меня к вам вопрос. Вот у меня, получается, есть бизнес, который мне остался в средствах от самых детей, которые умер. и развивать мне его достаточно тяжело но при этом у меня подтягиваются многие люди вот, 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 я это хотел вам сказать что вам тяжело развивать этот бизнес, но как этот бизнес развивался, он развивался через мужа это означает через добрых друзей через людей поэтому когда вы вкладываетесь в людей постепенно этот бизнес передается им и вы начинаете следить за ним, как бы со стороны вот это и есть ваша судьба, она не поменялась то есть если вы идете этим путем то бизнес будет расцветать просто не вашими силами, а силами добрых людей вам надо просто для себя решить, для чего вы живете если вы настроены на жизнь для чего-то светлого чистого, ставите не бизнес как основу жизни, а Бога тогда удача приходит в вашу жизнь и ваш бизнес будет защищен в принципе да, я как бы свой путь направила на то, что нужно как бы делать добрые дела у меня просто осталось производство по удобрениям я сделала ребрейдинг не надо говорить, но производство по удобрениям это часть вашей жизни это тоже добрые дела разве этой стране не нужны удобрения? да, и мы перешли на чистую органику все, вот видите, это уже называется благостная жизнь, благостная деятельность вначале очень трудна если ты решил благостные продукты производить, то это вначале неподъемно это очень трудно доказать что именно это чистое это экологическое, это нужное но потом это становится незаменимым просто надо найти свою нишу в этой деятельности надо понять, где эти благостные продукты пойдут как правильно их преподносить людям если вы это поймете, то потом дальше этот бизнес будет непотопляемым потому что если человек благостный бизнес производит, делает, то он становится непотопляемым у меня есть одна знакомая, которая начала делать благостные торты они как бы вкус благостного продукта не такой яркий но после вкус колоссальный то есть человек, когда благостный торт поел у него хорошее настроение хорошее здоровье и сначала ее торты люди не понимали то есть они чуть-чуть подороже чем обычные и в основном люди брали подешевле но постепенно, со временем, с годами люди поняли, что эти торты лучше и ее торты начали просто ну очереди выстраиваться то есть она в какой-то магазине ее торты появляются люди просто торты эти сметали и в результате она начала расширяться делать больше производства то есть благостная деятельность всегда вначале сложна но потом она просто веками остается ну то есть она нужна людям люди это разнюхивают постепенно ну вот да, у меня получается в этом будет третий год вот, как я в этом бизнесе на пятый начнется развитие и подскажите, пожалуйста я занимаюсь сейчас масштабированием бизнеса то есть у нас производство стоит в Украине не надо в это сейчас сильно вкладываться вкладывайте команду здесь воспитывайте людей здесь потом, когда у вас появится много людей достаточно будете их направлять в другие города перенимать сознание перенимать опыт вот все, что вы сейчас масштабировали это для вас будет полным геморроем уже сейчас становится откажитесь от этого всего оставьте сосредоточить здесь главное в бизнесе это команда у вас слабая команда сейчас когда она станет сильнее тогда вы будете масштабироваться благодарю ваш вопрос здравствуйте у меня вопрос по состоянию здоровья это напряжение просто напряжение психики напряжение снимается длительным движением неподвижным положением тела будете это делать это все будет проходить это просто напряжение не надо из этого делать что-то такое очень серьезное например, вы придете к бабке-гадалке она скажет вас сглазили если придете к врачу вам скажут у вас в психостене нужны трапелизаторы ну то есть они вам не скажут как лечиться а начнут вас пугать или давать вам какую-то замену жизни потому что что такое таблетки это вы как бы изолируетесь от жизни то есть печень не лечится а просто вы не чувствуете что она больная ну то есть это не вариант вариант это победить эту проблему есть разные типы старения есть напряжение, есть жар, есть токсины три типа старения напряжение побеждается с помощью длительного движения и неподвижного положения тела жар побеждается с помощью неподвижного положения тела и с помощью поста на воде а токсины побеждаются с помощью длительного движения и поста на воде видите, каждый тип старения побеждается двумя разными типами аскезы. Нужно просто это делать, и вот это напряжение из психики уйдет, уйдут страхи, и все, и атаки, вот эти стопотнические атаки означают, вот эта энергия страха завладела вами, вы ничего с ней не можете сделать. Это означает просто усталость, и все, она бывает разной. То есть у меня сейчас неплохой период? Нет, у вас просто неправильный образ жизни. Вот если вы будете все делать правильно, все это будет проходить. Плохой период был раньше, он был года два назад, и сейчас, ну как бы, вас он истощил, и сейчас идет след за ним, из-за неправильной жизни вы как бы в это состояние залипли, так и остались. Краски жизни мимо вас идут, жизнь мимо вас течет. Надо просто жить на светлой стороне. Не докинул, ничего страшного. Заберите. Будьте счастливы. По лекции, да, вопрос или нет? Что-то вы мне о чем-то непонятном спросите. По лекции, да? Да, давай. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, когда в плохой период жизни открывается большая любовь бездомным животным, спасающих, влаживаешь, в них лечишь, кормишь, пристраиваешь, потом переживаешь, это то же самое, что помощь людям? Это то же самое? Это просто разные уровни. Сначала человек начинает помогать насекомым. Нет, сначала он растением начинает помогать. Потом вырастает из растений, помогает насекомым. Потом начинает помогать животным, а потом людям. То, что все кричат, перестань, думай о себе, о людях, о животных. Я же вам сказал, что все будут кричать. Когда вы пойдете правильной дорогой, все будут кричать. Благодарю. Спасибо. Помните, Вермонтов, чайки стонут перед бурей. Буревестник не обращает внимания на чайки. Там примерно так. Я не помню, как там гангры. Ну, примерно вот так. То есть, если вы идете правильной дорогой, то все чайки начнут стонать. Понимаете? Если вы правильно идете дорогой, вы не обращайте внимания на чайки. Вы должны просто этот принцип понять. Если вам все говорят, что не надо помогать животным, надо продолжать помогать. Это значит, что вы идете правильной дорогой. Пойдете в клуб Лаги, станете орлами уже. Сначала помогаем животным, потом людям. Я такой же, как вы, только я уже людям. Но я начинал с животных. Мне мама рассказывала. Я разок в дом притащил кошку. Ее побили, что ли, сбили где-то. Вот притащил в дом. Она не могла быть на свету. То есть, у ней, она мяукала от того, что ей глаза повредили. Я ее закрыл в шкаф. Табличку повесил на шкафе. Мама, шкаф не открывай. Кошке больно смотреть. Глаза, она ждет скорой помощи. Я вызвал скорую помощь. Мне было 6 лет, что ли. Я вызвал скорую помощь. Там я сказали, ждите, приедем за кошкой. Но они, конечно, не приехали. А потом я, там на улице, насрезали веточек. Я взял из себя эти веточки, сказал, мама, веточки живые. То есть, обставил весь коридор. И потом пошел их сажать с утра. Ну, чтобы они, как бы, их срезали, надо же им дать жизнь. Я их сажал, чтобы они не погибали. Заботился о веточках и кошках. Сейчас о людях заботишься. Чего приступит на? Ваш вопрос? Девушка вот голубом, голубом. Дальше, дальше. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я очень благодарна Вам за Вашу помощь. Я давно слушаю Ваши лекции. Но вот у меня остается один такой вопрос. Мы могли себя разрешить вот по поводу помощи близким людям. Когда они вроде как принимают, стремятся к развитию, стремящийся человек. Но когда у них сложный период, им очень сложно помочь. Вот у меня муж, он... В прошлом году у него началась ситуация очень тяжелая. Вы неправильно распределяете силы. Вы очень сердобольный человек, у Вас противоположная ситуация. То есть, Вы всю свою энергию отдаете мужу и теряете себя. То есть, Вы сгораете в помощь. Это неправильное мышление. Можно даже вообще ничего не делать для близкого человека. Просто молиться за него и помогать. Вот допустим, у меня сейчас один из родственников ушел из жизни, ему уже ничего не сделаешь. Им надо просто за него молиться. и молиться в радости, а не в печали. И тогда это помогает лучше. Но Вы погружаетесь в человека, в его атмосферу, в его жизнь. Не восстанавливайтесь, не копите силы. И в результате Вам тоже становится вместе с ним хуже. То есть, вместо того, чтобы вытаскивать из болота человека, Вы погружаетесь вместе с ним в болото. Как не погружаться? Для этого нужно понять принцип. Да, спасибо. Принцип победы над судьбой означает восстанавливать свои силы. Вы принадлежите этому человеку. Вы должны им помочь. Вам нужно заниматься своим здоровьем. Молиться, желать счастья. На это тратить достаточно много времени. И передавать настроение этому человеку.